Все рады. В этом году в Каннах два российских фильма в конкурсе. Радуются мало. Их было четыре. И в конкурсах. Свои короткометражные работы на Лазурный берег привезли Игорь Поплаухин и Михаил Бородин. Картины «Календарь» и «Я нормальный», соответственно. Игорь Поплаухин – выпускник Московской школы нового кино, лаборатория Дмитрия Мамулии. Белая рубашка, черные брюки, строгий вид и радикальное провокационное кино. Главная героиня «Календаря» ездит в тюрьму на свидание, где занимается любовью с заключенными. Мне кажется, мы занимаемся этой подрывной деятельностью изнутри. Мы стараемся, чтобы из фильма шел какой-то разрывающий импульс откуда-то изнутри. Вот. И, ну, чтобы вот этот радикализм, эта революция, она шла откуда-то из глубин. Вот. Но это такая очень сложная, неописуемая вещь. Когда пытаешься ее в слова облечь, то получается не точно. Кто эта женщина, к кому она на самом деле ездит, сколько вообще у нее любовников, не проговаривается. Пример поведения с журналистами для Поплаухина – Дэвид Линч, всегда отвечающий на вопрос, кто убил Лору Палмер однозначно. Это знаете только вы. Кем ему приходитесь? Никем. Извините, а вообще куда едете? Вообще никуда. Лента участвовала в программе «Синефондасьон». В ней было 17 фильмов, отобранных из 2004-26 заявок. Для Поплаухина календарь – четвертый фильм, но первый, с которым он по-настоящему заявил о себе. Это «Дорога к большому кино». Идей для полного метра у него сейчас три. Сценарий первый называется «Установщик», о человеке, который ставит двери в квартиры и каждый день знакомится и прощается с новыми людьми. Вторая – средневековая драма на Старославянском о некой волшебной женщине из деревни. Ну а третья – история последнего дня Янки Дягилевой, культовой панк-певицы. «Русские последние дни», вот как «Газ Ван Сен» снял фильм «Последние дни» про Курта Кабейна. Вроде как Курт Кабейн, вроде как нет. Вот хочется сделать фильм про «Последний день» Янки Дягилевой. Но его интересно обсуждать, например, с продюсерами на Кинотавре. Что, по чём тачке-то? Его откуда знать не он и покупал. Он не сослал, что ли? А вот и Михаил Бородин, участвовавший в «Неделе критики», родился в Узбекистане, потом переехал в Ташкент, смотрел родительские видеокассеты, влюбился в кино. Переехал в Москву с зелёным паспортом гражданина Узбекистана и образованием инженера-строителя. Работал курьером, обдирал обои, а потом снял кино про молодого человека, который решается, но никак не может решиться на переезд в столицу из провинции. Некие переплетения в моей жизни с героем фильма. Маленький город, да, все эти дурацкие панельные дома, которые натыканы меж таких одноэтажных деревенских домов. Примерно, да, в такой среде. Саша, Саша. Я устал притворяться. Надоело. Кем притворяться, Саша? Саша, всё будет хорошо, я тебе обещаю. Но он, может, его ещё и не продаст. Вокруг режиссёра команда единомышленников. Каждый из них отказался от многого. И ради съёмок дебюта, и ради поездки в Канны. Я отказался от полного метра. Как раз в этот период предлагали, но я был уже в процессе с ребятами. Вот. Не прокачалось. Ещё мне не заплатили. Не заплатили, да. У Бородина тоже есть готовый сценарий полного метра. Он даже более чем первый про себя. Это история узбечки, которая опять же переезжает в Москву. Они живут в такой коммунальной квартире с другими выходцами из бывшего Советского Союза. Там будут беженства из Донбасса, будут какие-то разнорабочие из Средней Азии. Они будут пытаться ужиться в этом городе. Ради кино они пока куда больше отдают, чем получают. Они представляют Россию на главном киноосмотре планеты. Но в России это почти никому неизвестно. Ни до какого проката фильмы, понятно, не доберутся. Впрочем, зрителю добраться до них возможно. И, пожалуй, это единственный способ сделать российское кино лучше. Просто его смотреть.